Привет, дорогие друзья, привет, дорогие зрители, ну и хомячки, отдельно моё вам здравствуйте, слушайте внимательно, что сейчас будет происходить. Поговорим, конечно же, о Лёле Быковой. Ребята, хочу озвучить, у меня вчера прилетела масса комментов, и даже в личку ко мне обращались с просьбой передать обращение ко всей адекватной аудитории, то есть к нам с вами. Хомячков это не касается, но пусть бегут к Лёльке и быстренько ей отписывают, что же происходит на обзорных каналах. Просят обратиться ко всей аудитории, я не знаю, поддержить его или нет, принимать решение только вам, не смотреть Лёлю на протяжении недели, смотреть только обзорные каналы, у каждого, понятно, свои предпочтения, свои любимчики, свои любимые обзорные каналы, так же, как и обзорщики, и именно не добавлять Лёле просмотры, показать, где она будет находиться, если её не будут смотреть, как она кричит с ведрами на голове, какашки, да, и ведроголовы. То есть люди подошли с какой позиции, что не заслуживает она просмотров адекватной аудитории, что, во-первых, хомячкам усложнить работу, потому что тогда придётся сутками прокручивать Лёлины ролики, потому что её бедное в последнее время так бомбит, что она на этих просмотрах зациклена. Очередной ролик, один и второй, у неё опять не зашли. Если посмотреть всю статистику, просмотры просели, доход Лёлин точно так же благополучно начинает проседать, и это в декабре месяце, когда сейчас все блогеры на подъёме, Лёля находится в полной опе. И вот такое было обращение, попросили его ответить, ну а вы уже определяйтесь, пишите в комментах там или плюсики ставьте, поддерживаете вы это или не поддерживаете вот эту задумку, вот эту идею. Опять-таки, в чём прикол, да, вот действительно просто ей показать, что будет с её каналом, в случае чего, если просто её перестанет смотреть, вся адекватная аудитория, которая, кстати, намного больше, чем хомяков у Лёли. И просмотры это показывают, потому что практически очень многие ролики в последнее время доходят максимум до 80 тысяч, то есть идёт упадок, и если типа её не будут смотреть, слушать обзорные каналы, обзорщиков смотреть, то у Лёли вообще будет грусть и печалька. Кстати, Лёлька в последнее время ополчилась серьёзно на обзорщиков, прям пытается клевать-клевать, бедолага, клевать-клевать, а доклеваться не может. Вопрос весь в том, даже своих хомяков, да, как она призывает, не ходите, не смотрите, ставьте три точки, пишите лучше у меня комменты. Почему? Потому что те, кто кричали, что обзорщики на самом деле рекламируют Лёлю, разуйте глаза. Раньше она это и поддерживала, на деле ждя на то, что обзорщики остановятся, да, что типа идёт вот такая вот ответка от неё и не будут её обозревать. Но в самом деле с каждым днём всё больше и больше становится обзорных каналов. Маленьких, больших, неважно, но их много. И здесь Лёля поняла, что всё это работает против неё, потому что действительно многие люди начинают открывать глаза. И, ребята, объективно, не факт, что она действительно эти донаты даже собирает, что не скидываются с левых карт переводы. Или вообще, если эти переводы, которые озвучивает Лёля, якобы столько-столько всех переводила, они просто пускают пыль в глаза, якобы она и дальше любимица публики. А объективно, согласитесь, если бы просмотры были на уровне, Лёлька бы явно так не стонала и не билась в конвульсии. И опять-таки она понимает, что обзорные каналы работают всё-таки против неё. Это не является никакой рекламой, потому что всё больше и больше появляется людей, которые открывают глаза и просто перестают смотреть этот цирк. Даже в сегодняшних роликах Лёля перешла уже на уровень вот этот очередной, да, своих ухищрений, вот этих извращений. И в ролике, чтобы он хоть как-то зашёл, начала опять-таки упоминать Женю. Но уже нормальные, адекватные люди понимают, что это всё бомбило, вот, то есть это опять-таки очередной Лёлькин кликбейт, хайп для того, чтобы притянуть просмотры. Я не представляю, ребята, на какую агонию она упадёт, если действительно её перестанут на какое-то время смотреть. Вот там будет трагедия. Я повторюсь, я это не навязываю, я просто озвучиваю то, что меня попросили озвучить, так как много зрителей на моём канале. И вот это действительно будет очень знаково и показательно, чтобы Лёля понимала, что же на самом деле происходит и благодаря кому она зарабатывает всё-таки эти деньги. Потому что, когда она кричит, обзорщики такие сяки, обзорщики такие сяки, но все вместе, да, сообща, каждый внёс свою лепту в то, чтобы Лёлькин канал начал проседать. И я думаю, что ещё какое-то время и даже вот эти кликбейтовые названия заходить и застреливать не будут. Все будут прекрасно понимать, что это всё делается исключительно для привлечения внимания аудитории. Я не знаю, как надо будет рвать опу на британский флаг Козлодоевым и какой очередной сценарий прописывать Лёльке. Либо срочно новые отношения, либо беременную Лёлю. Я не знаю, какую-то трагическую Лёлю, опять какую-то конкретную потерю, чтобы она смогла вылезти и в этот раз болото, в которое она сама себя загнала. А почему? Потому что просто адекватные люди уже начинают понимать, что так невозможно жить. Так нельзя поступать. Это нарушение любых законов, да, божьих, человеческих, любого чего-то нормального и святого, что заложено в каждом из нас. Но попросил раз, два, три, пять, десять, но всегда должен быть стоп-кран и нужно уметь вовремя остановиться. А Лёлина проблема в том, что она не умеет вовремя остановиться и понять, куда она себя загоняет. Ей бы действительно выдохнуть, остановиться, да, передохнуть и дать перед их тем же хомякам и самой себе. И просто зарабатывать на своих роликах. Но, конечно, ей этого мало. Даже, ребята, скажу больше, выходи ты просто с донатом, да, как выходят многие блогеры. Ну, повесила ты себе этот донат, ну, висит он у тебя, и хорошо, кто захочет, и так тебе скинут. Но, Лёля, нет, ей нужно каждые две минуты втирать планктон в уши какую-нибудь чухню вот этим хомячкам, да, по 200 раз за стрим повторять, вот вам ссылка на карты моих и тому подобное. И то есть, действительно, она не дает им права выбора, она не дает принять решение, да, хочешь ты там скинуть свои 100 рублей блогеру или нет. А здесь идет навязчивая, да, как претензия, как какое-то обязательство у хомяков необходимо дать Лёле денег. И они это знают. Тут тоже, мне кажется, им даже самим лишний раз стрёмно написать на стриме какие-то комменты, понимая, что Лёлька всегда ждет денег. И вот эта жажда денег, жажда наживы с чужого кармана, и пагубно действует на нее. Она не просто пагубно действует, она уничтожает просто ее основной источник дохода. Это, конечно же, канал. Вот канал начинает проседать и один, и второй. И только на Кликбейте она будет в последнее время вестись. И если даже на Кликбейте не будут реагировать, тогда будет опять-таки такая же самая трагедия и печалька. И, кстати, очень удивительно, что именно сегодня появился и Женя у себя в стриме. Поэтому я думаю, что это тоже неспроста и что-то за этим кроется. Потому что не было-не было, и тут, конечно, Женя явился и вышел на свой канал. И, в общем, что хочется сказать, что, конечно, таким макаром она себя просто добьет. И я не уверена, что ее канал еще долго пробудет. Потому что уже люди, да, абсолютно не ведутся на вот этот хайп, абсолютно не ведутся уже на эту ложь. И начинают прозревать и понимать. Особенно, когда человек стебет свою же аудиторию и говорит, «Ой, как вам тяжело, что у вас нет денег, но у меня они есть всегда». Согласитесь, как это слышать? Если, тем более, к ней пришел, да, человек, как к любимому блогеру поделиться своей какой-то бедой, своим каким-то, да, тяжелым состоянием, тяжелым положением. Ведь даже у нее никто ничего не попросил, а человек просто написал. И вот так его хлестнуть – это действительно показатель Лели как человека, даже не как блогера, а именно как человека. Потому что вместо того, чтобы действительно как-то искренне посочувствовать, Леля его стебанула и объяснила, что ты сидишь в жопе, а я всегда на коне. И вот такое у нее отношение к своей аудитории будет постоянно. И вы знаете, что самое удивительное? Что даже очень старые зрители ее потихоньку начинают прозревать и отсеиваться. И я была удивлена, когда я увидела ее бывших модеров, которые топят уже точно так же против Лели, которые еще буквально полтора года назад, я не знаю, разрывали всех именно за Лельку. Они лили просто грязь для того, чтобы отбелить Лельку в глазах остальных. А теперь они уже прозрели и поняли, кто такая Леля. И в общем, да, если так пойдет и дальше, то, конечно, будет полный трындец. Но мы будем ждать, Леля, конечно же, не пасанет. И мы будем ждать продолжения очередного какого-то феерического, трагического финала, что же опять произошло в жизни многомамки. Либо Лельке придется бомбить фриланс для того, чтобы зарабатывать денег. Потому что я думаю, что флешмоб, хомяки выдохлись, сил у них не осталось, точно так же, как и свободных финансов. И плюс, конечно же, понимание того, что у всех есть дети, у всех есть внуки, близкие и родные люди, которые все-таки должны ощутить этот праздник. А Леля, пускай на своих детей, на свой праздник зарабатывает сама, что она благополучно и делает. И если эти люди начнут это понимать, что они не в ответе за Лелю, они не в ответе за ее хотелки, не в ответе за ее детей. И они не виноваты, что Леля родила их столько, да, и не может им самостоятельно дать тяму. Вернее, она может, но она еще хочет больше и с помощью хомяков. Вот если эти люди начнут понимать, что происходит, и что им на их детей никто не даст. Вот как Леля, да, Леля вышла и сказала, дайте мне, подайте. И ей дали. А вот если стоит у них чему-то в жизни произойти, им явно никто не поможет и явно никто не даст. Это тоже стоит здраво и адекватно понимать в тот момент, когда отдаешь свои последние 100 рублей или тем более последние 19 копеек. Ну вот так, ребят, для меня это выглядело. Подпишите в комментариях свое мнение, что вы думаете по поводу предложения других девчонок, как они это увидели. Ну а я пока все сказала, сегодня будут еще обзоры, поэтому продолжение следует. Я со всеми не прощаюсь, а говорю до встречи. Пока, ребят. Вот опять сказала пока. До новых встреч. До новых встреч.